Я хочу отдельно об этом сказать. Я понимаю, что этот эфир смотрят не только мои сторонники, не только люди, которые доброжелательно ко мне относятся, но и те люди, которые, возможно, ходили, расклеивали эти листовки, те люди, которые действительно радуются этому уголовному делу, которые хотят, чтобы разгромили наш муниципалитет, и которые реально считают нас пятой колонной. Вот послушайте меня внимательно. Вот конкретно к вам хочу обратиться. Вбейте в свои головы, что есть Родина, а есть государство. Это не одно и то же. Отечество и ваше величество, это не одно и то же. Понимаете? Это одно, а это другое. Есть Родина, она в сердце. Это Родина, она всегда с тобой. А есть государство, набор институтов, группа чиновников. Несколько зданий, где эти чиновники сидят, работают, множат бумажки, придумывают нормативные акты. Вот это государство. Понимаешь? Еще раз. Еще раз. Родина отдельно. Государство отдельно. Если ты критикуешь государство, если ты обращаешь внимание на его недостатки, если ты видишь у этого государства признаки фашизма, это не значит, что ты ненавидишь свою Родину. Это значит, что ты любишь свою Родину. Понимаете? Это значит, что ты беспокоишься за свою Родину. Это значит, что ты боишься, что твоя Родина окажется под контролем фашистов. И ты привлекаешь к этому внимание. Человек, который критикует государство, это не предатель. Это патриот. Потому что если вы во всем согласны с государством, это значит, что для вас не Родина важна. Это значит, что для вас вожди, вот эти вот там портреты на стенах, вот это для вас, вот эта атрибутика и вот эта мишура для вас важнее, чем ваша Родина. В этом суть. И очень важно это понимать. Понимаете? Меня это, честно говоря, вот я не знаю, я как-то уже там подростком эти вещи понимал. И меня каждый раз поражало, когда вот выходил человек и говорил, я государственник, а значит, я патриот. Это не синонимы. Это не синонимы. Государство может меняться, понимаете? Вот там, да, в некоторых странах форма государства, там какие-то признаки государства, они менялись, ну там, на протяжении веков, там, да, там, государство могло быть мракобесным, потом его там как-то перестраивали, или там ломали, строили заново, государство становилось там более человечным, более гуманным, потом опять приобретало какие-то неприятные черты, люди с этим тоже боролись, понимаете? Государство можно перестраивать, можно достраивать, можно реформировать, можно менять полностью, понимаете, можно полностью поменять государство. И к родине это не имеет никакого отношения Это не значит, что ты как-то унижаешь или оскорбляешь свою родину Что ты как-то выступаешь против нее Наоборот, если ты видишь какое-то, извините, дерьмо в своей стране Вот если ты видишь какое-то откровенное дерьмо в своей стране Это не значит, что ты должен этим дерьмом восхищаться Ну просто потому, что это дерьмо, извините, в твоей стране находится, да? То, что это дерьмо в твоей стране, не означает, что это дерьмо становится патриотическим патриот не будет восхищаться дерьмом он его вычистит если патриот видит какие-то проявления фашизма он говорит ребята посмотрите это фашизм это нужно вычищать такого не должно быть у нас вот так мыслит патриот